В областном центре автомобилист накопил долгов по штрафам почти на 2 миллиона рублей. Его машину забрали на спецстоянку. В программе разбираемся, почему водители не спешат оплачивать штрафы и много ли таких забывчивых автолюбителей в Иркутске. В Иркутске на одной из улиц дерево рухнуло на дом и территорию возле здания. И это уже не первая ситуация в этом дворе. Почему насаждения в городе все чаще падают и как можно изменить ситуацию, выясняем в выпуске. Прозвучат в выпуске и редкие имена. Жители Иркутской области все чаще необычно называют своих детей. О плюсах и минусах нестандартных имен расскажем через несколько минут. Всего несколько дней радости за огромные деньги. Иркутская область вошла в тройку регионов страны с самыми дорогими букетами к первому сентября. Сегодня попытаемся объяснить, с чем это связано и как формируются цены на цветы. Но начнем выпуск с другой информации. Добираться к бабушке едва ли не через тайгу пришлось 12-летнему мальчику из Усть-Кута. Школьник преодолел больше двух километров по дороге вдоль леса. Ведь водитель автобуса пропустил остановку, на которой нужно было выйти ребенку. Как рассказала нам мама мальчика, ее сын должен был вместе с дядей поехать к бабушке в поселок Закута. Но из-за давки в автобус ребенок попал один. Он оплатил билет и попросил водителя высадить его на нужной остановке. В том числе напомнил об этом перед самым выходом. Однако шофер просьбу школьника и других пассажиров проигнорировал и довез мальчика до следующей остановки в поселок Приленский. Оттуда школьник пошел к бабушке пешком вдоль леса. Здесь часто встречаются бродячие собаки, которых ребенок боится. А еще в этой местности водятся медведи. Мальчик испытал сильный стресс, поэтому его мама собирается добиться наказания для шофера и кондуктора. Сейчас полиция устанавливает личность водителя, чтобы оценить его действия. Свою проверку проводит и прокуратура. У мэрии Усть-Кута уже есть первые результаты внутренних проверок. Специалисты готовят претензию в адрес транспортной компании, ведь она занималась перевозкой пассажиров по муниципальному контракту. Но есть нюанс. Этот маршрут не должен делать плановую остановку в Закутах. Но по требованию пассажиров – да. Незапланированную остановку пришлось делать некоторым автолюбителям Иркутска. Судебные приставы и автоинспекторы искали в автомобильном потоке неплательщиков. Их оказалось немало. Да еще и с какими долгами. Один водитель задолжал почти 2 миллиона рублей. Сколько штрафов он накопил и что грозит за игнорирование выписанных протоколов, объяснит Олег Федоров в рубрике «Автохам». Черный баварец взлетает в воздух. Это не новая функция автомобиля. Просто хозяин этой машины и, по данным ГИБДД, еще нескольких транспортных средств накопил долгов по штрафам на сумму почти 2 миллиона рублей. Мужчина нарушил правила дорожного движения 103 раза. И теперь его машина отправляется на спецстоянку в Иркутске. Оттуда забрать авто владелец сможет только после оплаты всех штрафов в течение 10 суток. Выявить должника из автомобильного потока помогла техника. В городе установлены камеры фото- и видеофиксации. У сотрудников есть оборудование, с помощью которого приходит информация о таких транспортных средствах, которые имеют нарушения, не имеют неоплату налогов и штрафов. И, соответственно, сотрудники получают эту информацию, понимают, где находится машина, останавливают ее и в дальнейшем уже привлекают к ответственности. Сегодня здесь работают сразу и дорожные полицейские, и судебные приставы. За несколько часов попались 10 автомобилистов, у которых есть долги по штрафам за неоплату услуг ЖКХ и кредитов. В среднем один неплательщик накопил от 50 до 300 тысяч рублей долгов. С начала года в Прибайкале наложили арест на 1800 машин-должников. Общая сумма долгов почти миллиард рублей. Правда, многие водители не хотят становиться пешеходами, поэтому находят деньги. Самая большая сумма, по которой должник самостоятельно погасил, была в порядке 300 тысяч рублей. Большие суммы у нас идут в ходе рейда порядка 9-12 миллионов рублей. В нашем подразделении был совершен арест транспортного средства, должник, по которому не уплатил порядка 133 административных штрафов. И уже на следующий день человек погасил задолженность. Ведь иначе после 10 дней машину могут выставить на торги. По словам экспертов, люди чаще всего копят долги, потому что у них якобы нет денег, или они просто не считают это важным. Но как только встает имущественный вопрос, все разрешается. Олег Федоров, Владимир Пинаев, Андрей Назаров. Новости по будням. Пополняется в регионе не только список должников, но и статистика аварии с юными мотоциклистами. В Уссулии-Сибирском 17-летний гонщик на большой скорости врезался в припаркованную машину. У автомобиля помяты крыло и бампер. Но это ерунда по сравнению с травмами, которые получил подросток. На скорой его сразу увезли в Иркутск. А таких пациентов в больницах сейчас и так много. Чаще всего несовершеннолетние мотоциклисты получают серьезные переломы и ушибы. В Прибайкале с начала года 80 гонщиков оказались на больничных койках. Шестеро подростков погибли. В нашу традиционную подборку нарушений такие случаи не попадут. Зато там полно опасных моментов, которые точно могут привести к ДТП. Смотрим, как делать на дорогах не нужно. Желтый значит яркий и заметный. Так считает водитель этой иномарки. Поэтому априори его должны видеть остальные участники движения. А еще, видимо, читать его мысли. С крайней левой полосы он подрезает автора ролика. Но не для того, чтобы встать в его ряд, а ради того, чтобы уйти в поворот направо. Отношения пешеходов и водителей в Иркутске крайне натянуты. И подобные инциденты только подливают масло в огонь. Водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом. Но и женщина не убедилась в безопасности, а просто спонтанно начала двигаться по зебре. Считанные сантиметры отделили обоих от столкновения. Взаимоуважение и внимательность никто не отменял. Бывают ситуации еще хлеще. В этом месте разрешен разворот. Такой маневр и решил совершить автор видео. Однако путь ему преградил пикап, который решил обойти его слева. Аварии удалось избежать только благодаря быстрой реакции. Если и вы стали очевидцем неадекватного поведения за рулем, присылайте нам свои видео. Самые интересные покажем в эфире. Избегают камер зачастую те, кто портит городское имущество. На верхней набережной в Иркутске вандалы сломали скамейки в зоне отдыха. Важное уточнение. В шестой раз с начала лета. То есть в среднем лавочки разрушают каждые две недели. Несмотря на то, что сквер с аркой на верхней набережной, это общественное пространство, ухаживает за ним управляющая компания. Там нам рассказали, что чаще всего испытывают силу на скамейках молодые люди в нетрезвом состоянии. Но нарушители ни разу не попали в объективы камер видеонаблюдения, поэтому и в полицию компания не обращалась. Новая скамейка может обойтись в 10-15 тысяч рублей. Но коммунальщики не могут без согласия жильцов домов тратить деньги на покупку и ремонт лавочек в этом месте. В итоге чинить конструкции сотрудникам компании каждый раз приходится своими силами. Другой вопрос. Поврежденная крыша и дымоход беспокоят жителей одного из домов на улице Кайской в Иркутске. На жилое двухэтажное здание рухнул тополь. Под ударом оказалась не только кровля, но и подход к подъезду. Чудо, что в этот момент никто не проходил рядом, поэтому обошлось без пострадавших. Александра Якубчик побывала на месте и выяснила, что не так с городскими насаждениями. Надежды жителей этого дома в Иркутске на комфортное проживание рухнули вместе с этим тополем. Дерево упало на крышу и территорию возле здания. Люди легко отделались. Все произошло ночью. Во дворе никого не было. На утро жители с трудом смогли выйти из подъезда. Проход загораживал ствол дерева. При этом люди, можно сказать, ждали, что рано или поздно подобное произойдет. Вокруг много тополей. С 2005 года обращались в администрацию по поводу сноса этих тополей. У них то денег нет, то рубочная кампания закончилась, то еще что-то, еще что-то. А потом, в последний раз, видимо, чтобы совсем от нас отмахнуться, сказали, ну, вы оплачиваете там в районе 50 тысяч кран, вышку и за свой счет сносите. Но сносить теперь и не придется. Проблема сама решилась. Но какой ценой? Так, одна из упавших веток задела провода, что опасно. И это не все. Упавшее дерево повредило крышу и дымоход. А на земле теперь повсюду разбросаны ветки и опилки. Насаждения в этом дворе падают регулярно. Верхняя ветка отвалилась еще в 2020 году. Ствол рухнул чуть ранее этим летом. А ветка, что лежит на крыше, накануне. С крыши часть дерева так и не убрали. На место после случившегося приехали сотрудники управляющей компании. Они вызвали аварийные службы. Ствол дерева, который лежал возле подъезда, распилили. На этом пока все. Только этим летом мы рассказывали о трех подобных случаях, которые произошли в Иркутске. Чаще всего падают тополя. И этому есть объяснение. Их достаточно много в городе. Они очень хорошо поглощают выхлопные газы, сернистый газ, например. И они очень быстро растут. Но есть у них и очень большие минусы. Тополь быстро может подгнивать. У него поверхностная корневая система. От 80 до 200 лет тополя живут. Но из-за того, что они поражаются болезнями, они могут падать. Другие деревья, рябина или лиственница, не так подвержены усыханию и более устойчивы. За состоянием насаждений следят городские дендрологи или сотрудники управляющих компаний. Все зависит от зоны ответственности. В данной истории жители обращались в разные инстанции. Но их дом еще 8 лет назад признали аварийным. И, возможно, состояние деревьев сейчас не так беспокоит ответственных лиц, как расселение жильцов. Александр Якубчик, Андрей Назаров. Новости по будням. Ответит по закону житель Братска. Он поджег автосалон. Теперь подозреваемому грозит 5 лет исправительных работ или лишение свободы на тот же срок. 38-летний мужчина разбил окно в здании и залез внутрь. Там он облил одну из намарок горючей смесью, закинул бутылки с остатками подальше и поджег. После злоумышленник скрылся, но, видимо, про камеры видеонаблюдения забыл. Мужчину быстро задержали. Известно, что огонь повредил две машины. Потери автосалона оценивают в 6 миллионов рублей. Точный ущерб установит экспертиза, поэтому уголовное дело еще не возбуждено. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за незаконное ношение огнестрельного оружия. Поджег для него в новинку, но вину он свою признал. Подобные преступления, а это умышленное уничтожение чужого имущества опасным способом, в регионе происходят часто. С начала текущего года следователями Иркутской области возбуждено более 90 уголовных дел. Наиболее часто в практике встречаются инциденты, когда молодые люди поджигают либо какие-то строительные отходы, вследствие чего пожар переходит на какие-то близлежащие постройки или автомобили, и в результате чего причиняется материальный ущерб. Миллионы рублей потратят родители школьников на покупку букетов к первому сентября. Цветы и так стали очень дорогими. Так теперь еще и к началу нового учебного года цены на них вновь выросли. В августе в среднем по стране на 26%. И Иркутская область оказалась в тройке регионов России самыми дорогими букетами ко дню знаний. Нетрудно догадаться, в каком городе на букет придется потратить больше всего денег. Это Москва. Там на цветы у родителей школьников уйдет 2300 рублей. Чуть дешевле обойдется такая покупка жителям Краснодарского края – 2200 рублей. При Байкалье замыкает тройку регионов-лидеров по ценам на букеты к первому сентября. 2173 рубля потратят жители Иркутской области. Такие данные приводит Росконтроль. Самая низкая стоимость букета в Псковской области – 994 рубля. Эксперты прогнозируют, что ко дню знаний спрос на цветы возрастет в пять раз. Стоимость одного хорошего букета можно сравнить со стоимостью какого-то хорошего девайса или гаджета. Мы решили выяснить, почему так сильно подорожали срезанные цветы. Причин для этого есть несколько. Подробнее об этом расскажут эксперты. Им слово. Почему цена растет? Нам нужно доставить цветы из других стран. На сегодняшний день у нас основные поставщики – это ЮАР или и Турция. Мы закупаем по другой валюте. Дальше нам нужно доставить эти цветы. В некоторых случаях нам нужно доставить через страны дружественные, посредников. В данном случае самая популярная страна – это у нас Белоруссия. То есть нам нужно сначала доставить Белоруссию, далее в Россию и еще дополнительно в регионы. В России тоже выращивают цветы, но в ограниченном количестве и ассортименте, которое, естественно, не хватает всем купить к празднику. У нас ввели санкции на ввоз цветов из международных стран. Они как явные санкции, так и неявные санкции. Что такое неявная санкция? У вас определенная партия цветов просто не проходит, это санитарный контроль. Всегда есть к чему придраться, всегда есть какие-то там недостатки, недочеты и так далее, поэтому часть цветов просто не доезжает у нас до прилавка. Это скоропортищий товар, который раньше страховался. Соответственно, крупный паталик, он покупает цветы, он делал страховку. Сегодня западные страховые компании не работают с нашими оптовыми покупателями. И, соответственно, эта страховая история, она полностью ложится на бюджет оптовиков, и, соответственно, продавцов, и, соответственно, потом на наши с вами карманы. Мнения родителей порой расходятся при выборе имени для ребенка. Это действительно щепетильный вопрос. С начала года в регионе родились больше 13 тысяч детей. Некоторым из них мамы и папы дали необычные, редкие, можно даже сказать, экстраординарные имена. Дарья Эйвазова выясняла, с чем это связано и как может повлиять на ребенка. Мири Лиса Анастасия. Так зовут молодую учительницу из Иркутска. Два имени дань народным традициям. Раньше давали общее имя для окружающих и личное для дома. Мири Лиса означает «буйная река в тихом лесу». Это имя по семейному обычаю дали шаманы. Им девушка и пользуется чаще всего. Из плюсов комфортнее, наверное, в школе. Но когда зовут по-личному, представьте, что там 5-6 человек в классе «Насть» и непонятно, к кому обращаются. Из сложностей у меня как раз недавно в Иркутске возникла проблема со скорой помощью, где я попала по скорой помощи. Мне не записали второе имя и врач отказывалась меня принимать это минут 30, потому что документация не совпадала. Необычные и редкие имена своим детям все чаще выбирают родители в Иркутской области. Например, в этом году в регионе появились девочки Енифер, Розалия, Марусия. И мальчики Северьян, Серий, Всемил. Одни имена восходят к разным культурам, другие – к книгам и даже видеоиграм. С точки зрения закона разрешено все, что не запрещено. Но рамки все же есть. Нельзя, чтобы в имени были цифры, либо комбинация цифр, букв, числительные. Наименование должностей, рангов – вот это нельзя использовать в имени ребенка. Нужно очень ответственно подходить к выбору имени ребенка. У нас встречаются имена, которые не просто редкие, а очень сложные ребенку с этим именем жить. Эксперты объясняют. Чаще всего родители подбирают редкое имя, чтобы подчеркнуть индивидуальность ребенка. И отчасти это хорошо. Но может вызвать некоторые психологические трудности. Это такой лишний повод для детского коллектива позадирать ребенка. Потому что вот эта вот задиристость в детском возрасте – это норма. И если имя, которое еще трудно и выговорить, которое и ребенок-то осилить в младшем возрасте не может, то, соответственно, ребенок начнет замыкаться. Представляете, имя, которое постоянно вызывает какую-то нестандартную реакцию у других людей, будет поводом для того, чтобы человек, наоборот, лишний раз будет, что называться, не отсвечивать. Учитывать стоит и то, что сложные или нестандартные имена приводят к казусам в повседневной жизни и в документах. Это справедливо и для фамилий. Например, меня зовут Эйвазова Дарья Субхановна. Имя очень распространенное, а вот фамилия и отчество встречаются реже. При этом они относительно простые. Но даже несмотря на это, не только обыватели, но и даже банки умудряются допускать в них ошибки. Поэтому пока большинство родителей выбирают более привычные имена для детей. Самыми популярными в регионе остаются Артем, Александр, Михаил для мальчиков, а для девочек — София, Ева и Виктория. Дарья Эйвазова, Виктор Черкашин. Новости по будням. Необычное имя может стать и предметом гордости для человека, и причиной его слез, если окружающие из-за этого дразнят. Хотя в жизни у людей так много поводов для того, чтобы расплакаться. Так, к примеру, каждый третий иркутянин пустил слезу на работе. Но только 12% из наших земляков плакали именно из-за сложностей на работе. Доводили до слез прибайкальцев трудные задачи, неприятные клиенты, напряжение в отношении с руководством и коллективом. Некоторые не сдерживались из-за проблем в личной жизни. Доводилось плакать из-за работы именно тем, чья деятельность связана со взаимодействием с другими людьми. Это менеджеры, учителя, воспитатели и продавцы. Но все же, по данным Суперджоп, 43% жителей регионно считают, что слезы на работе – это недопустимо. Особенно так думают представители старшего поколения. Ангарские велогонщицы завоевали золото на очередном этапе Кубка России и всероссийских соревнований по веломотокроссу. Старты завершились в Ростове-на-Дону. Майя Савина стала лидером в гонке на время среди женщин, а Софья Ситникова-Рыхлицкая оказалась сильнейшей среди юниорок в классической гонке. О других достижениях наших земляков расскажем прямо сейчас. Стали лучшими на первенстве мира. Шесть медалей завоевали гиревики Прибайкалья на международном турнире в Киргизии среди юношей и девушек 14-16 лет. В копилке у сибирских атлетов три золотых, одна серебряная и две бронзовые медали. Награды в высшие пробы завоевали Виктор Попов и Любовь Никитина. Меткими залпами завоевали еще несколько наград представители Прибайкалья на всероссийских соревнованиях по практической стрельбе из пистолета и карабина пистолетного типа. Турнир прошел в Красноярском крае. Арсений Баклак и Ольга Борейша взяли золото в личных зачетах среди мужчин и женщин. А в командном зачете две иркутские команды взошли на высшую и вторую ступень пьедестала. Отстрелялись на отлично и лучники Иркутской области. В Улан-Удэ завершился чемпионат Сибири и Дальнего Востока. На нем Прибайкальцы завоевали три бронзовые медали. Александр Худеев стал третьим в стрельбе из блочного лука среди мужчин. Валерия Хумбун и Ника Черепанова взяли бронзу в командных состязаниях в стрельбе из классического лука. В той же дисциплине среди мужчин третье место заняли Владимир Зверев, Кирилл Максименко и Никита Николаев. Дарья Эйвазова, Новости по будням. Интересно провести время смогут жители Иркутской области в предстоящие субботу и воскресенье. Перед началом учебного года в регионе пройдут большие семейные выходные. В программе 400 мероприятий. Это семейные мастер-классы, киносеансы, книжные ярмарки, презентации, конкурсы, экскурсии, концерты. Для каждого найдется занятие. Кто-то будет лепить пряники, слушать музыку, другие рисовать, а третьи реконструировать лицо человека по черепу. Ищите на сайтах учреждений культуры что-то подходящее для вас. А больше о необычных событиях узнаете из рубрики «Повесточки». Всем здравствуйте. Футбол, чтение, фильмы, кулинарные курсы. Какие только хобби не придумали люди, чтобы жить было веселее. О других, не менее ярких направлениях досуга расскажем сегодня. Фестиваль садоводов и огородников состоялся в Иркутске. Праздник объединил более 60 горожан. Кульминацией события стал конкурс «Дары осени». В нем определили самые вкусные заготовки, назвали самые красивые композиции из овощей и цветов, а также выбрали лучшую гроздь иркутского винограда среди более чем 50 сортов. Эксперты высоко оценили труд сибирских садоводов, которые даже в суровом климате смогли вырастить южные плоды. Семейный арт-фестиваль «Дубыня» порадовал жителей Братского района. Все желающие могли и на моторной лодке покататься, и сделать фотографии в воссозданных деревенских интерьерах, и стать автором мозаичного панно. Так из 5000 кусочков смальты гости фестиваля складывали собирательный образ героини преданий «Дубыни», женщины, которая развивала грамотность в деревнях. А еще на фестивале пели народные песни, танцевали и ткали ковер дружбы. По оценкам организаторов, в праздник посетили более 3000 человек. А в Саратове испекли самый большой калач. Вес хлебобулочного изделия почти 34 килограмма, высота 86 сантиметров. Испек его технолог местного музея Анатолий Дагадин. Чтобы получить такого гиганта, мастеру потребовалось несколько попыток. А все потому, что из-за размеров калач сложно было пропечь. Однако в итоге затея удалась. Мучной эксперимент попал в Книгу рекордов России. В Китае построили отель за 15 дней. Да, именно это 30-этажное здание строители возвели чуть более, чем за две недели. Секрет скорости в том, что гостиницу собирали из модулей. Как конструктор, так в каждом кубике уже были проложены коммуникации. Поэтому специалистам предстояло всего лишь сложить блоки по технологии. Встречайте каждый день в отличном настроении. А мы подарим еще больше хороших новостей. А у меня на этом все. Звоните 792-402. Если у вас есть интересные новости, не забывайте про наш сайт nts.defis.tv.ru. Там тоже много интересного и полезного, как и в наших социальных сетях. Я же на этом прощаюсь. До новых встреч в эфире. И помните, мы всегда вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин